Сейчас я хочу передать слово удивительному дизайнеру, вот действительно удивительному, потому что то, что делает он, это яркий авторский почерк, это удивительные изделия из кожи с одной стороны, и уже сейчас это другие материалы, это и платья, на подиуме Estet Fashion Week его коллекции это всегда ожидаемое, это всегда удивление, это всегда некий такой инфернальный шик, я бы так сказал, и не случайно именно этот дизайнер получил приз позапрошлом сезоне Estet Fashion Week за лучшую коллекцию одежды, Андрей Канонов, с удовольствием, передаю ему слово, он еще и музыкант, и композитор, между прочим, и сам пишет саундтреки для своих показов, вот так. Добрый вечер, друзья, ну собственно, что я еще могу рассказать, Владимир все уже про меня сказал, кто я и что, ну да, собственно, Андрей Канонов, я сегодня рад вас всех видеть, потому что, так сказать, вот я достаточно регулярно участвую в неделях моды Estet с огромным удовольствием, очень много теплых слов было сказано, я себе могу сказать еще, что здесь всегда очень душевно, помимо того, что, ну конечно, шик, роскошь такая, что вряд ли где-то что-то проходит еще в таком же антураже, все это тепло, душевно, уютно как-то, если возникает какие-то проблемы, они тут же решаются, в общем, совершенно нормально, мне очень нравится, и организация сама по себе, просто подход, да, вот, действительно интересно, не скучно, не просто ходят, вот, отходили все и ушли, да, есть музыка, есть жюри, есть какая-то конкурс, в общем-то, всегда есть какая-то интрига, да, собственно, я в этой интриге вот в своей первой коллекции только участвовал и получил главный приз, не ради призов, но могу сказать, что тогда мне это сыграло, в общем-то, значительную роль в том, что я просто почувствовал, ну, какую-то уверенность, да, потому что я вынес свою первую коллекцию на подиум, которую я сделал всю сам, уже и до этого были коллекции в дуэте, а это я делал все сам, и тканевую часть, и кожу, потому что, ну, я думаю, так сказать, многие в курсе, что, то есть, мой фирменный стиль, это совмещение тканей и резной кожи твердых сортов, да, так сказать, в единое целое, я всегда работаю комплексно, да, то есть, создается целостный образ, он единый и неделимый, то есть, каждое платье, оно может быть, может существовать только в том виде, в котором оно сделано, и никак иначе, поэтому, так сказать, в мысли приходит всегда, так сказать, целый образ, который я, в общем, даже костюм и платьями это не считаю, я отношусь к этому больше как карт-объектом каким-то, ну, как я, в общем, художник, живописец в свое время был уже, наверное, теперь, потому что ни одной картины в голову вообще не приходит, мысли только платьями, типа, вот хожу и мысли платьями, метро, там, да, где-то, еще там, в очереди, еще куда-то там еду, еду, иду, винегрет ем, платье, ешь винегрет, платье, народилась, так, знаете, сидят они, вот эти платья в голове, так, задние, так, нетерпеливо покусывают передние за уши, а когда ты, так, меня начнешь делать, вот, вот, поэтому я, в общем, такое состояние перешел, в общем, для себя не очень привычное, но, тем не менее, мне это очень нравится, очень интересно делать, и не менее, в общем-то, интересно представлять это именно на эстете, потому что, еще раз повторюсь, я, как бы, не вижу никакого такого вот мероприятия более интересного, чем это, вот, ну, собственно, вот, то, что я делаю, то есть, ну, плюс, еще приходится подпадеть, конечно, я сочиняю саундтреки к своим показам, тоже музыка моя, то есть, все делается моими руками, вот, вот так. Спасибо, спасибо, Андрей, но наиболее внимательные журналисты заметили, что прозвучали ответы, фактически, на вопросы, а что дает участие в Стэдфэкшенвик, с одной стороны, с другой стороны, а как создаются дизайнерские коллекции, вот, вы не задали еще вопросов таких, но у меня ответы от Андрея Канонова прозвучали. Совет от профессионала, как вы считаете, женщина с возрастом, к чему она должна присматриваться, платье, которое не выходит у вас из головы, может быть, вы дадите какой-то совет с определенным возрастом, женщинам элегантного возраста, женщинам пышных форм, пожалуйста. У женщин нет возраста, у них есть самоощущение, есть образ, советов я никаких никому не дам, потому что сколько людей на земле, столько советов надо тогда давать. И опять же, ну не мне их давать, никак. Просто единственное, что каждая женщина, да не только женщина, вообще любой человек, почувствует свой стиль. Я не понимаю, слово модно, не модно. Для меня это что-то предельное, да, то есть, ну как вот, если одному человеку это идет, а другому это не идет, но это модно. Ну как быть? Ну, ваша коллекция ориентирована на определенный возраст или определенный? Вы знаете, на самом деле, я бы так не сказал, скорее всего, нет. Я здесь могу привести такой пример, как стиль стимпанка. Ну, наверное, многие знают, да, в этом стиле вообще нет возраста. То есть там от младенцев, которые только с коляски вывезли, до людей там 80 лет, этот викторианский стиль, совмещенный еще чем-то, идет в силу. Да, то есть, я вот в стимпанке, правда, мало очень что-то делаю, потому что уже столько сделано, что он должен быть оригинальным. Ну, в общем-то, так же и в любой одежде. Главное – стиль человека. Главное – стиль индивидуальности женщины, особенно, да, потому что, ну, ни для кого не секрет, что к внешности женщины внимания гораздо больше, чем к внешности мужчины. Могу прийти в чем угодно. Важно, что я делаю. А для женщины это важно, и для ее самоощущения. Именно почувствовать, так сказать, безошибочно свой стиль, не ориентироваться, не смотреть ни на что, потому что в современном мире есть все, что угодно. Есть все, что угодно, можно найти, чтобы себя, так сказать, подать. Именно подать. Не завесить, не залепить. Вот, опять же, ювелирные украшения, да, замечательно все, но их нужно с какой-то одеждой подать, нужно подобрать. Сегодня очень большая проблема со вкусом людей. Люди не чувствуют, люди такое ощущение, что с пальмы слезли. Я жестко говорю, потому что эстетика для меня это в первую очередь. Знаете, диву даешься иногда. Откуда это пошло? В России такого никогда не было. У нас всегда было очень тонкое чувство красивого, так сказать, и живописи, и литературы. Слава Богу, да, так сказать, я заканчивал тоже советскую школу. Не важно. Ну, знаете, дело в том, что, так сказать, полные женщины, неполные. Возраст. С годами женщины, так сказать, вообще расцветают. Женщины становятся женщиной не раньше, чем годом к 45. До этого смазливая девчонка, красивая женщина становится уже после 30 лет. И к 40, и к 50. Посмотрите, есть женщины, которые без всякой пластики, без всего, так сказать, за счет того, что именно они умеют подать свой образ, они выглядят великолепно. Спасибо большое. Очень оптимистично. Спасибо. Я так вижу. Спасибо, Андрей. Молодец. Спасибо. Спасибо, COVID-19. ekingefsitch. Спасибо. Спасибо. Это желenger покрыло. Я так проявляю ещеします. Это желелю spot espaço。 Спасибо. Там правильного весна и мик Państвану Vision- turtles. Что это называется, я так проявляющее, Я так проявляющее солнечное пute разог fase. Продолжение следует...